Все, приехали в Албанию и первым пунктом у нас это крепость Розафа в городе Шкодра. Бля, вообще прикольно, как в Закарпатье. Очень круто. После Шкодра приехали в Круе. Это такой небольшой городок. Здесь находится крепость. А это, между прочим, первая столица этнического албанского государства. Доброе утро, друзья. А у нас сегодня ветрено и солнечно. Вот такой вот у нас вид с балкончика. Утром. Класс! Ну все, выписались из апартамента в Будве и снова в путь. Сейчас выезжаем опять из Черногории. На этот раз едем в Албанию. Сделали первую заправку. На 21 евро заправились. И бензин здесь стоит литр 95 евро 28. Едем дальше. Дорога просто дрянь. По каким-то огородам едем. Дорога узкая, еще приходится разъезжаться со всеми. Не всегда это комфортно происходит. Все, выехали на нормальную дорогу. Опять этот ядран тракт. Срезали, блядь, по огородам, по каким-то. Обратно по-другому поедем по этой дороге, не срезая никуда. Вот мы и доехали до границы. Сейчас пока Черногорская граница. Ну-ка, что тут у нас? О, есть немножко машин вроде. Одна-две там. Там муженник забрал доки. На машину, паспорта, отнес их в будку. Сейчас, видимо, там нам штампуют, проверят. Подъедем, выдадут. Все, отдали нам доки. Едем дальше. Походил мы уже. Оп, албанский флаг. Походил мы в Албании. Короче, друзья, это общая граница. Таможенный пропускной пункт и Черногории, и Албании. Один таможенник. И не поставили нам штампика ни албанского, ни черногорского, то, что мы выехали. Блин, а я так хотел албанский штампик себе в паспорт. Ну, ладно. Все, мы в Албании. Замечательная заправка. Но мы здесь, похоже, заправляться не будем. Ваня боится законтачиться. А Слава не боится. Вот на ту крепость, на горе мы сейчас и поедем. Или пойдем. Ну, сейчас разберемся. В общем, наверх надо забраться. Вот она, крепость. Евро-Ог. 3,5 евро по персону. 3,50. Окей. 7 евро по персону. Байкак, нет? Нет. Только наличка. Куда? Сюда? Все. Закупились. Билет в крепость стоит 3,50 евро на наши деньги. На европейские. Вход, конечно, прикольный. Все. Заходим в крепость. Ну, вроде такая слина. Крепость прилично выглядит. В Албании первым делом приехали в город Шкодра. И поднялись в крепость Розафа. Вход, как я уже говорил, 3,50. И с этой горы, на которой находится крепость, очень крутой вид. Прямо мне напоминает Закарпатье. Так же круто, так же горы, так же поля, так же река. В общем, красиво. На территории крепости есть музей. Вот. Вход 150 лек. Но туда мы не пойдем, скорее всего. И бар есть. Но сюда мы можем заглянуть, посмотреть. В бар мы, конечно же, тоже не пошли. Ибо слава за рулем. А решили просто так погуляться по крепости. Вот таким вот примерно образом. В крепости также открывается вид на город Шкодра. И на Шкодарское озеро. Вот такая вот здесь красота. Ну вот, прогулялись мы по крепости. Ну, крепость такая неплохая, метки нравятся. Они такие не совсем восстановленные, такие полуразрушенные. В общем, такая. Дух чувствуется в них. Классная. Ну, такая она не особо большая. Гулять особо смотреть нечего. Так только сверху посмотреть окрестности. Неплохие, красивые. Все по кругу видно. Озеро, город и долина прикольная. Ну, на полчаса, наверное, минут 20. 20-40 минут где-то так. Ну, все. Закончили с крепостью. Едем дальше. Покидаем крепость Розафа. И мчим в город Круе. Круе сейчас налево? Да, налево. Дороги я ощущаю себя, как будто мы в Кабардино-Балкарии. О, скоро едет навстречу. Кстати, в Албании, в отличие от Черногории, есть довольно-таки широкие и прямые магистрали. И здесь можно на газульку придавить. В городе Фуши-Круе встряли в пробку. Еле тащимся по Албанской Пердяевке. Дорога в Круе достаточно крута. Серпантинчик. Но, вроде так, все лайтовый. Красиво. Приехали в Круе. Как на Кавказе на нашем. В городе на Балкарии. Овечка на поводке. Красота какая. Вот такой вот лютый подъем. О, албанский писающий мальчик. Примерно через 50 метров от парковки начинается вся туристическая активность. Тут все и лавки с сувенирами, и разным барахлом по типу антикварным. И гостиницы, и всякие разные ресторации. После Шкодра приехали в Круе. Это такой небольшой городок. Здесь находится крепость. И мы перед крепостью решили подкрепиться. Зашли в ресторанчик такой тут местный. И взяли блюдо местное. Называется Таве Кози. В общем, это ягненок, запеченный в йогурте. Подается это все в такой глиняной чашке, наподобие грузинской кецы. И оно так все скворчит. Прикольно. Ну и нахватил местные пивчелыги. Называется Корча. Пивас, если честно, так себе. Мне не зашло. Ну вот мы и отведали местной кухне. Ничего такого блюда. Вкусное. Блюдо само басось нам сколько получается в евро? Это почти 6 евро. То есть здесь так же, как и в Боснии, принимают к расчету евро. Так что, возможно, нам и не придется ничего менять. Ну все, идем в крепость. Вот такое вот величественное здание. Это музей народного героя Албании с Киндербега. Но мы туда, конечно же, не пойдем. В этой крепости тоже есть бар, ресторан. Вот цены в евро. Очень удобно. Крепость это что-то уж совсем децельное. Тайный вход в крепость, видимо, для местных. Хоть крепость шляпа полная, но вид с ней открывается. Просто топовый. Судя по всему, древнее дерево, с которым связана наверняка какая-то легенда. Местный фолк для туристов, которых нет. Не считая нас, конечно же. А это останки древней мечети. Ну, на этом, в общем-то, и все тут. Ой, ветер лютый. Надеюсь, слышно меня. В общем, пробили крепость. Крепость такая, минут на 15. Хорошо, что ход свободный. А это, между прочим, первая столица этнического албанского государства. Спускаемся. Мы точно так же, как и поднимались. Не знаю, был ли смысл сюда заезжать. Но для галочки и полнота ощущений, наверное, стоило. А теперь едем в албанский город-курорт. Он же город-порт Дурис. Но об этом же в следующем видео. Снова Майами у нас. А стоимость этого номера нам обошлась в 20 с небольшим евро. В Дурисе имеется античный амфитеатр. Воняет сакайфи говном. Так, куда дальше-то нам? Ну что, друзья, за Албанию, за море, за отдых. За балками.